Питерская команда Питерская команда Питерская команда Питерская команда Питерская команда Питерская команда и без лишних треволнений отражали набеги хозяев. С появлением в составе Кобелева у наших стала не только изменяться командная игра, в основе которой всегда должна присутствовать комбинационная мысль, но и прессинг «Зенита» стал более мощным. Впрочем, при столь солидном территориальном и игровом превосходстве нельзя забывать и о возможности Анжи контратаковать, тем более, что все команды «Быжевца» играют в такой футбол. Чистный перевес в обороне и быстрый, опасный, резкий контрвыпады. Но редкие угрозы Анжи не вписываются в общий характер игры. Вопрос в одном – сумеет ли «Зенит» преодолеть насыщенную оборону Анжи? Из 27-й минуты по 33-ю петербургцы обязаны были разрубить Гартиев, узел нерешенных проблем. Увы, Ключников опасался гостей. Именно поэтому он не замечает нарушения против спивака на углу штрафной, фиксируя второе уже у Бровки. Впрочем, «Зенит» в эти минуты играет столь стремительно, что анжийцы не успевают за искрометным перемещением игроков в насыщенно-голубом. Стандарты наших, о которых уже сказано много нелестных слов, лишь создают давление, не более. Но на 32-й минуте Ключников не удосужился назначить очевидный пенальти ворота Житкова. Белонг в спину толкает и гонит, и начинается молниеносная контратака, которая могла неожиданным образом завершиться. Спивак, догнавший камерунца, снимает у шестерки гостей мяч, и тот отлетает к Адиеву, находившемуся в явном осайте. Линейный прав, а главное – ошибся. Вектор матча склоняется в пользу «Зенита». Прессинг – бесспорно удачное средство против массированной обороны, но, к сожалению, и Белонг, и Переменен, пока играют без явных ошибок. Поэтому Поповичу и Тарасову сложно в штрафной махачкалинцев. Пространства для нанесения удара не хватает. Три у полузащитников-созидателей «Зенита» Спивак, Аршавин, Кобелев выглядит явно посильнее своих оппонентов – Акаева, Агаларова, Лехабабенко. И передача зенитовского диспетчера напоминает покойникам «Зенита» вновь до краев насытивших Петровский игру, продемонстрированную летом прошлого года. Где были как фланговые атаки, так и наступления, зарождающиеся в центре поля. Есть быстрый разрезающий пас, свободное для партнера пространство. Дагестанцы огрызаются, но удар Адиева слишком неточен. Этим эпизодом техничный атакующий полузащитник дал сигнал ко второму штурму «Зенитовцев». И концовку тайма питерцы провели мощно, красиво, но вновь нерезультативно. Рахимич спасает дагестанцев, выбивая мяч с линии ворота, ползанный Спиваком. Удар Игонина отражает рука защитника. Пенальти ничуть не бывало. Такие 11-метровые назначают в Махачкале, но не в Петербурге. А ведь по всем законам футбола мяч летящий ворота и отбитый игроком противоборствующей команды рукой – стопроцентные пенальти. Тайм завершается дальним ударом горового, пусть не точного, но логичного. Анжи сдержал натиск «Зенита», сдержал с нарушением правил, но петербуржцы, продемонстрировав мощный футбол, не показали, как нападающие способны опережать защитников хотя бы на долю секунды. Никто и представить себе не мог, что ситуация уже на первой минуте второго тайма станет кардинально иной. И это случилось на 25-й секунде. В ворота Бородина влетел совсем необязательный гол. Конечно, передача за спину горовому Адиева на капитана Анжи Серхаева заслуживала похвалы. Но нерасчетливо покинулший ворота Бородин создал для полузащитника гостей слишком вольготные условия для голевого шанса. А ведь Серхаеву в иной ситуации пришлось бы еще попадать в ворота. Да и Гировой был рядом. Он, пожалуй, успевал перекрыть удар. В общем, гол состоялся. Да и если бы ошибок не было, то их следовало придумать в футболе. «Зенит» отыгрался быстро. Наконец-то стандарт петербургцев прошел. Успевак точно без промедления отправил мяч в сет Куан-Джи. А в сайт зафиксированный Самидов признаем правильным. Спевак был на полметра ближе галкиперу гостей, нежели защитнику. Сильная игрозинница заставляет вмешиваться Ключникова, активно реагирующего на подсказки Бышевца. Он в ядобор состоит за команду, которая без помощи арбитров вряд ли бы поднялась столь высоко. Но даже арбитру такой квалификации могло показаться сомнительным самостоятельное падение Спевака в штрафное при столкновении с Шерстневым. Пенальти назначать еще рано. И все же на 10-й минуте после очередного фала оборонцев Анжи Житков попросту срезал от Шавина. Ключников сподобился на назначение 11-метрового. В общем, другого выхода у него не было. Что произошло в том эпизоде, когда пенальти назначил судей? Ну, я успел проткнуть мяч, а Житков ударил мне в ногу руками. Или засчитывать гол Тарасова, или пенальти. Ключников выбрал второе. Попович исполняет смертельный приговор без колебаний. 26-й гол в чемпионатах России за «Зенит» выводит питерского нападающего в рекордсмены. Еще до 11-метрового Морозов пытался усилить атаку. Тарасов уступает место Осипову, занявшему правую убровку. А Аршайин становится вторым нападающим. Петербурцы не снижают скоростей, атакуя в основном через левый фланг Спевака. Осипов несколько тормозит перед Агаларовым. И семерка махачкалинцев порой выигрывает борьбу. К сожалению, стремлению питерцев не хватает остроты и еще одного, более мощного напора для падения дагестанской крепости. Несколько в тени эти минуты остается Кобелев. Ему явно не хватает второго разыгрывающего игрока, которым мог бы стать угаром. Тем более, что срыв фланговых атак оборачивается резкими атаками зеленых. Морозов понимает, что несмотря на усталость оборонцев Махачкалы, это чувство посещает и его подопечных. А значит, необходимо совершать перестановки, способные порвать линию обороны противника. Наставник решает дать шанс Киржакову. Организовал впереди молодежный дуэт, способный по мысли тренера сыграть внизу, быстро и нестандартно, создав превосходство во времени действия. Хотя при утомленности защитников Анжи не мог отвергаться и вариант с двумя мощными нападающими. Попович-Огородник, которые, возможно, и продавили бы Хожича, Рахимича и Акаева. Увы, замены не внесли должного перелома. Наоборот, мощь атак зенитцев затухает. Если до 75 минуты голубые футболки петербуржцев превалируют на половине гостей, то ближе к финалу игры она перемещается к центральному кругу. Петербуржцы попытались организовать последний штурм, но он получился несколько сбивчивым. Тем более, что игроки Анжи и орбитр Юрий Ключников очень желали ничьей. Она и состоялась. Судья не замечает, как дуэт анжийцев грубо сносит Киржакова у линии штрафной, а полузащитники Махач-Калинзе переводят игру даже к владениям Бородина. И добавленные к основному времени поединка 3 минуты не станут трагическими для гостей и победными для хозяев. Ничья, добытая Анжи. Ничья с неприятным привкусом потери двух очков. Ничья с продемонстрированной перед 20-тысячной аудиторией Петровской игрой летнего периода. Мы показали сегодня красивый футбол, но все-таки, я думаю, и нам, и зрителям хочется, чтобы команда побеждала. И мы сделали все, но чуть-чуть не повезло. А резервы какие-то остались или отдали все без остатка? Конечно, у нас еще есть травмированные ребята, которые потянутся, и мы будем играть намного лучше. Судья оказал какое-то влияние на сегодняшнюю игру? Сумбурно, по-моему, было? Ну, может быть, но все-таки мы должны сами побеждать.